Метанол Критическая скорость 4 метра в секунду и ниже Здесь основная цель это в том, чтобы жидкостных пробок не создавалось в газопроводе шлейфе И допустим, если мы идем с низкими отборами газа, то у нас жидкость, она может в газопроводе как бы оставаться То бишь, когда нас начинает, да, опасно тем, что могут образовываться жидкостные пробки И то есть мы уже начинаем протяжку газопровода шлейфа То есть либо на ГФУ сжигать, то есть жидкостная пробка, она может просто кратковременно То есть заполнить пространство, допустим, в низовых участках газопровода И не давать движению газа вообще Кроме того, если после низких отборов подачу газа резко увеличить, то на промысел будет приходить слишком много водометанольной жидкости С увеличенным количеством может не справиться цех регенерации и излишки придется отправлять на газофакельное устройство А это снова повышенный расход метанола Как этого избежать? Как при заданных низких величинах отбора газа увеличивать скорость движения потока в газопроводах? Решение проблемы нашли рационализаторы девятого промысла У нас есть оптимальный дебит скважин и максимальный дебит скважин То есть технологический режим, то есть соблюдая технологический режим Мы можем одну нитку расход увеличить по газу, то есть увеличить скорость потока газа На других немножко поджимаем, то есть и так постепенно, допустим Начали с первой нитки, на первой приоткрыли моквилд, регулятор давления То есть у нас, получается, пошло побольше газа, скорость увеличилась На других нитках немножко, соответственно, поджали И так вот по очереди Вместе с инженером по добыче газа Сергеем Порошиным и заместителем начальника промысла Вакилем Шариповым Работоспособность идеи проверили на практике В итоге родилось рационализаторское предложение Эта работа на последней конференции молодых новаторов общества «Газпромдобыча Ямбург» заняла второе место Рационализаторской деятельностью я занимаюсь не так давно То есть это было одно из первых предложений, которые мы подали совместно с инженером по добыче нефтегаза и замначальником нашим ГП-9 Вакилем Пангалевичем Реализованная сотрудниками девятого промысла Ямбургского месторождения идея позволяет исключить образование пробок водно-метанольного раствора Обеспечивает равномерную нагрузку на систему регенерации, а также снижает расход метанола и газа в результате продувок Делаем выгрузку параметров работы скважин наших Затем образуется вот такая вот сводочка, появляется такая сводочка в экселевском файле Это основные параметры, то есть давление, температура, расход по скважине Дальше уже производится расчет, то есть благодаря этим параметрам основным, то есть мы уже производим расчет скорости в газопроводе шлейфа Денис, высококвалифицированный работник, он старается не идти, скажем так, стандартными протаренными дорогами То есть старается придумать что-то новое, что облегчит труд, что совершенствует Бывают ситуации, когда не нужно столько газа в стране, соответственно скапливаются эти жидкостные пробки И их нужно вытаскивать, соответственно эта работа нужна И кроме нашего ГП есть и старые промысла, на которых она даже более актуальна Юрий Григо, Кирилл Мамонов, Харбутинский купол Ямбургского месторождения